здравствуйте дорогие друзья сегодня расскажу вам о том как легко приглашать в наш бизнес приглашать очень просто и первое и ключевое правило которое я хочу выделить если вы значили бизнес уже сегодня сразу пригласите как минимум пять человек именно сразу после вступления допустим вы сегодня провели оплату значит уже через буквально одну минуту можете начинать давать рекомендации скорость это залог успеха как коротко дать информацию и правильно чтобы не наделать ошибок первое это интрига вам не нужно рассказывать презентацию вам не нужно рассказывать о продукте вам не нужно совершать кучу ошибок которые делают огромное количество людей они пытаются полностью разобраться в бизнесе пытаются усложнить процесс на самом деле чем проще тем лучше вы можете вообще не объяснять о сути компании вы можете просто дать короткую интригу например ты сможешь быстро заработать тысячи долларов уже за эту неделю потому что любой человек хочет зарабатывать много второй шаг это уже трешка с наставником это зум ватсап telegram либо это живая встреча очень важно вначале договориться с вашим наставником что все ваши потенциальные партнеры будут идти к нему на зум почему это важно потому что во первых в своем отечестве пророка нет если вы знаете вашего знакомого много лет конечно он вас воспринимает совсем иначе и если же он будет участвовать в разговоре с опытным сильным наставником которого он не знает просто с другим человеком он как минимум из-за вежливости дослушать и не будет перебивать и в любом случае опыта у наставника значительно выше и он поможет вам закрыть сделку и третий шаг это добавить вашего потенциального партнера в чат команды и также на youtube канал чтобы человек всегда видел оповещение чтобы он видел информацию официальную от компании чтобы он видел как развивается бизнес чтобы он видел что новые люди подписываются чтобы он видел результаты чеки и так далее то есть если человек уже теплый получил информацию ему значительно проще будет принять решение если он каждый день будет пролистывать информацию связанную с вашим бизнесом двигаемся дальше то есть после старта самое главное это скорость и многие люди у них первая ключевая ошибка это изучение маркетинга это попытка понять весь процесс эта попытка начать очень долго составлять списки это попытка с одним человеком перевести переговоры очень долго то есть а на самом деле друзья надо воспринимать этот бизнес очень и очень просто и вам не нужно здесь философствовать долго вам не нужно знать как не знаю в университете какую-то курсовую и так далее это максимально примитивная и легкая история зашли сами сказали хочешь деньги да хочу есть крутая тема давай со мной что затем давай сегодня созвонимся расскажу будет очень интересный человек все понимаете занимает 5 секунд времени двигаемся дальше то есть и в таком процессе вам важно включиться в саму работу то есть здесь поймите одно вот представьте да что вы идете по дороге по дороге где есть деревья и сучьи этих деревьев буквально вот начинают вас касаться и царапать вот но у вас задача дойти до конца этой дороги и представьте что кто-то будет вам рассказывать целую лекцию целый семинар о том какие эти сучьи у этих деревьев почему они вас поцарапают что в этом случае нужно делать а что если поцарапают а что если не поцарапают а какие вообще виды этих деревьев и почему они растут там вы понимаете полный бред то есть полностью убивает всю суть ваша задача просто дойти прямо по этой дороге и даже если вы поцарапаете ничего в этом страшного не будет потому что дорога занимает небольшое количество времени то же самое здесь то есть ваша задача сконцентрироваться на главном а главное это дать короткую понятную и легкую информацию вашим потенциальным партнерам и подписать людей очень важно держать фокус многие люди они не держат фокус у них фокус такой это просто изучить это посмотреть это проанализировать то есть а должен быть конкретный фокус подписать партнеров чтобы люди оплатили понимаете большую разницу ментальную внутри когда вы чувствуете просто какой-то страх неуверенность вы думаете что у вас не получится вы сомневаетесь вы даете информацию чтобы человек не подписался чтобы человек плохой не подумал замечаете понимать о чем я говорю да то есть вы даете информацию внутри у вас такой страх а если он подумает плохое а вот внутри должна быть четко уверенность что человек подпишется то есть и ваша задача именно подписать напишите список с тремя колонками 1 это ваши близкие на ком вы подумали сразу что им подойдет этот бизнес ну например вы буквально сегодня общались каким-то вашим знакомым вашим партнером вашим другом и у вас просто хорошее отношение и конечно у вас первая мысль будет такая обычно таких людей ну не так много да но они у вас сразу приходит на ум это 3510 человек с кем вы действительно можете очень хорошо провести беседу потому что люди вам доверяют люди вас знают и люди непосредственно вас уважают и это очень важно потому что если вы имеете где-то авторитет то это очень позитивно сработает на вас например вы начальник какой-то компании вы даже можете просто своим авторитетом сказать что ребята есть тема все давайте мне доверяйте да тогда заходим то есть даже просто на одном доверии люди могут заходить такие истории я знаю то есть человек вообще не понимал ни презентацию не суть им просто говорил что есть тема можно заходить я заработал первые деньги все работает все и за ним шли просто сотни сотни людей вот поэтому очень важно именно проработать вот именно близких но есть и вторая колоночка у нас да то есть это просто знакомые из института бывшие коллеги ваши какие-то партнеры ваши там старые соседи и так далее то есть с кем вы общаетесь не каждый день она контакт у вас этих людей есть любом случае это также социальные сети это вообще все ресурсы которые есть у вас где вы добавлены в друзья где у вас есть такие же телефоны и вы можете сразу сказать это теплый ваш круг потому что очень важно понимать что если есть фактор доверия с люди вас хотя бы несколько раз в жизни видели это уже доверие это не просто человек с улицы значит вы уже с ними можете спокойно работать и конечно это третья категория люди которые как вы думаете точно никогда не начнут бизнес я думаю вам сразу пришли такие на ум несколько человек что вы даже предлагать им и не думаете так вот вся фишка в том что скорее всего зайдут люди именно из третьей колонки и основная ошибка людей новичков они рассчитывают на первую колонку но как правило они даже не предлагают третьей колонки а именно люди из третьей колонки и второй колонки они вступают больше из 3 как показывает практика вот бывает абсолютно по-разному тут нет какой-то четкой регламентации да сказать что либо эти эти у всех по-разному потому что все люди разные разные профессии разный менталитет и так далее вот просто к чему я это показываю потому что не нужно решать за людей кому предлагать а кому не предлагать наша задача предлагать бизнес всем онлайн что мы делаем сегодня века интернета век информационных технологий и не использовать тот ресурс который мы имеем это просто неразумно что конкретно мы должны делать я знаю лично огромное количество историй и я сам построил первую свою команду первую структуру за год 15 тысяч человек я построил именно благодаря интернету то есть практически не до 95 процентов людей у меня были через интернет это мой личный пример не какой-то со стороны но я знаю огромное количество примеров когда люди строили немного большие команды но в итоге я построил там больше 65 тысяч но я знаю людей которые сейчас имеют структуру более миллионы человек почему знаю такие два примера и как раз таки они начинали именно с интернета и у не им отказали практически все знакомые они на не переходили в интернет и там находили людей и вообще идеальное понимание что был баланс на что мы начинаем с классики что мы работаем с теплым кругом всегда работаем так и также мы параллельно делаем и медийную историю то есть многие люди начинают путать они начнут как это ой надо снимать видео ооо я не буду это не мое друзья вы можете не снимать это ваше право потому что горы в любом случае классика это классикой вы можете вообще не снять ни одного ролика вы можете не выложить ни одна история с но подписать огромную команду работы на земле такое бывает но есть реально работающий инструмент и если вы это не делаете это может делать ваша команда но идеально конечно это делать в любом случае потому что хуже не будет точно лучше будет точно поэтому это много времени занимает и что конкретно я рекомендую 1 хотя бы один пост о вашем бизнесе это сильные стороны вашего проекта это результаты и чеки людей это развитие компании там как например новости какие-то последние это самая важная возможность для человека то есть что может получить человек ну например зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц и это действительно привлечет огромное внимание вашей аудитории касаемо stories это один из самых сильных и легких инструментов сегодня потому что достаточно просто выложить даже одну картинку либо записать маленькое видео и вся ваша аудитория которая подписана на вас она будет видеть эту stories очень многие люди я кстати тоже заходил в последнюю компанию как раз таки именно из-за видео да потому что увидел видео и ко мне заходили люди прям действительно структура зашла ко мне целая большая большая структура и именно благодаря именно благодаря stories что они увидели stories мы все друг на друга подписаны они увидели мои бизнес-предложения и они зашли то есть понятно что это было не с первой stories до что я выкладывал 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 спустя какое-то время это сработало то есть очень важна стабильность и запишите ваше видео о бизнесе презентации о продукте возможностях почему вы здесь то есть желательно вообще иметь свой youtube канал это очень сильно помогает вашим развитиям уделяйте вашему бизнесу хотя бы два часа в день и в солнечные и дождливые дни то есть успех это стабильность концентрации вера это действительно факт друзья мои потому что мы люди у нас бывает переменчивое настроение мы мотивируемся мы демотивируемся мы думаем что у нас не получается мы опускаем руки но здесь есть одно ключевое правило это максимальный релакс и максимальное спокойное отношение к отказом и каким-то может быть простоем но на самом деле если вы просто двигаетесь к своей цели вас это не будет касаться например если вы строю представьте что вы строите дом и вы только залили фундамент и начинается там дождь да вы что перестанете работать нет вы будете спокойно дальше работать например или у вас что-нибудь случается например какой-нибудь там казус данный пример вы простудились условно да ну что полежали неделю потом пошли строить дальше да то есть вас ни в коем случае не остановит ничего при постройке вашего дома если вы начали поставили цель вы визуализировали его уже у вас есть перед собой картинка что получится вы четко знаете примерные сроки вы четко знаете что для этого нужно и вы идете к своей цели то же самое в бизнесе у вас должна быть четкое понимание куда вы пришли какую структуру какой статус вы должны достигнуть статус бриллианта что для этого нужно и вы должны просто ежедневно хладнокровно делать вашу работу это и будет ключом к успеху дальше многие люди пугаются да то есть делать предложение на самом деле очень зря потому что не думайте что подумают другие люди ежедневно всем предлагают миллионы разных услуг то есть это звонки это рассылка на почту это на улице рекламы то листовки то есть ежедневно все друг другу что-то предлагают это мир экономики и это нормальная абсолютная истории вы тоже ячейка этой экономики но вопрос лишь в том будете ли вы зарабатывать с этого что-то или нет сейчас вы не зарабатываете но вы можете с этого зарабатывать поэтому не решайте никогда не за людей потому что именно ваше предложение может помочь им любая бизнес-услуга находит своего клиента своего довольного клиента для что вы предлагаете людям Это изменить свою жизнь, это стать богатыми, успешными, путешествовать. Действительно, привнести красок в свою жизнь, помочь своему окружению тоже измениться. И это классно, это супер предложение, которое реально очень-очень позитивно. Поэтому не решайте и предлагайте всем. И что самое худшее вы можете услышать? Слово «нет» или скажут, что вы дурак, или скажут, что вы вылезли куда-то. Ну и что? Разве это может повлиять и перечеркнуть всю вашу мечту? Потому что подумайте о том, что вы получите в итоге. Вы получите пассивный доход, вы получите реализацию своей мечты, вы получите новый уровень жизни. Разве не стоит ради этого двигаться дальше? Двигаемся дальше. И заканчиваем сегодняшнюю презентацию, друзья мои. Чем? Это замечательный цитатой Билла Брита, который для меня является действительно пример. И лучше, по-моему, и не сказать. Я просто показал свой бизнес-план 1200 людям, 900 сказали «нет» и только 300 подписались. Из этих 300 только 85 начали что-то делать. Из тех 85 только 35 были серьезно настроены. И из тех 35 11 человек сделали меня миллионером. Вот это вот реально ориентир, это пример, это то, о чем мы сегодня говорили. Это, по сути, та выжимка, тот концентрат, который нам и нужен. То есть все эти семена предлагаете бизнес. И рано или поздно появятся те люди, которые сделают вас богатыми. Никогда не сдавайтесь и продолжайте работать. Людям этот бизнес интересен. Люди в этой индустрии, сотни миллионов людей в этой индустрии. И поверьте, найдется и ваши несколько тысяч человек, которые будут у вас, которые сделают вас богатыми. Поэтому, друзья мои, еще раз предлагайте бизнес как можно большему количеству людей. И рано или поздно у вас найдутся те люди, которые сделают вас богатыми, успешными и по-настоящему счастливыми. А я желаю всем успеха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok